Сегодня равноденствие. Все вы знаете, что это означает с точки зрения небесного экватора. Это воображаемая линия, проведенная над экватором Земли, который также является воображаемой линией, разделяющей эту планету на северное и южное полушария, или то место, где меняется магнитное поле северного и южного полюса. Поведение поля энергии в северном полушарии и сразу после пересечения экватора в южном полушарии полностью отличается. Таким образом, в этот день небесный экватор идеально сонастроен Солнцем. Это означает, что все силы, влияющие на планету, находятся в равновесии. Значимость равноденствия для человека заключается в том, что в этот день мужское и женское начало находится в балансе. В йогической традиции этот день рассматривается как день, когда у человека появляется наилучшая возможность преодолеть ограничения и компульсивность своих физических желаний. Этот день — лучшая возможность для преодоления похоти в человеческом теле. В этот день Шива предстал в образе арденари, то есть стал полуженщиной-полумужчиной, потому что в этот день оба начала равны. Это день, когда женщины наравне с мужчинами. Я имею в виду, что в другие дни женщины доминируют. Это означает равные условия в рамках нашей собственной системы. И будь то в социальном, экономическом или ином плане, единственное, что мы можем предоставить — это равные условия для всех. Вы не можете сделать людей равными. Из этого ничего не выйдет. Но вы можете предоставить равные возможности. Равные возможности просто означают равные условия для игры. Традиционно этот день считается днем свободным от предрассудков. Он считается свободным от предрассудков, потому что предубеждение, по сути, возникает в наших умах в результате того, что мы чрезмерно отождествляем себя с чем-то. Здесь мы подходим к самому базовому аспекту мужественности и женственности. Если вы слишком отождествляете себя с мужским началом, у вас будут мужские предрассудки. Если вы слишком отождествляете себя с женским началом, у вас будут женские предрассудки. Так что равноденствие — это день, чтобы прийти к балансу, Что значит не отождествляться с тем, этим и даже со своим существованием как мужчиной или женщиной, как человека или другого существа, но просто сидеть здесь и быть биением жизни. Субтитры создавал DimaTorzok